привет ребятушки хочу спасибо что зашли ко мне на канал сегодня хочу рассказать о том как правильно нужно моржевать я уже четвертый год занимаюсь моржеванием и за это время я ни разу не заболел что я имею ввиду не сразу не заболел у меня не было гриппа мне не было температуры бывают какие-то мелкие насморки вот но с чего-то такого значительного не было ни разу за четыре года вот есть чему вас научить в этом плане самое главное это на мой взгляд наярил круги по лесу меня там жена просто задней гуляет самое главное делать это регулярно и начинать нужно где-то где-то в октябре сегодня 21 октября сегодня я планирую открыть свой сезон чуть позже вы это все увидите как это правильно делать как заходить в воду как быстро это делать я покажу как правильно разминаться как часто как часто я считаю что достаточно раз в неделю чтобы нервная система не переутомлялась от этого это серьезный стресс для организма выделяются гормоны надпочечников и все это бешеным образом стимулирует ваш иммунитет просто бешеным образом смотрите дальше продолжаем моржевание что самое главное самое главное ребята за полтора часа до того как вы собираетесь нырять прорубь это просто очень холодную воду нельзя кушать потому что даже я бы знаком с моржами которым по 20 лет уже моржуют и если они сначала поели а потом ныряет прорубь через полчаса они все равно замерзает поэтому это очень важно так одевайтесь теплее чем обычно чтобы когда вы будете влазить с прорубью вам не нужна была никакая сауна это кстати не очень полезно я бы даже сказал очень вредно баня и прорубь если вы хотите после баньки забежать прорубь а потом сделать то же самое обратно это очень очень вредно после этого у мужика не работает репродуктивная функция еще несколько дней после таких процедур поэтому если вы любители этого ребята ну задумайтесь еще раз об этом такие перепады не нужны организму такие перепады сужение и расширение сосудов абсолютно не нужно так продолжаем тему моржевания очень важно заходить в воду быстро вы должны очень быстро раздеться зайти в воду пробыть не не более минуты-двух и эти обратно и сразу же одеваться вот как правильно раздеваться одеваться раздеваться нужно снизу последнее мы снимаем верхнюю одежду чтобы легкие были максимально долго в тепле это очень важно конечно когда не такая температура как сегодня я буду сегодня купаться открывать сезон сегодня где-то градусов 13 наверное довольно тепло вот когда купаешься при минусовой температуре это очень важно и когда ты выходишь с воды нужно быстро одеться и одеваться нужно сверху последнюю очередь мы одеваем штаны носки и это все очень важно должно происходить очень быстро ты не когда ты выходишь с воды не нужно стоять делать селфи для своей мамы вот это же быстренько одеться и выпить чайку горячего никакой сауны и все и ты будешь здоров заходить воду можно по-разному кто-то ныряет три раза кто-то пять раз примерно 35 раз нырнуть заход выход как раз занимает минуту две то есть если вы не сильно в этом плане опытные то не нужно дольше есть ребята которые плавают уже но это достигается годами и регулярно регулярными хождениями купаниями фроруби возьмите с собой тапки чтобы выходя вы не ходили по льду потому что это бывает скользко это можно просто порезаться бывает можно порезаться даже об воду на ней бывает тонкая кромка льда это тоже учитывайте но обычно мелкие порезы ничего страшного этого от этого не будет то есть вы зашли вы нырнули три раза и выходите с воды я не ныряю с головой многим уже делает так я так не делаю потому что я считаю что голова не закаляется и закалить ее невозможно и когда вы ныряете в ледяной воду с головой ну возможно это последний раз как вы вообще куда-либо нырнули и можете уже не вынырнуть вот если вы хотите рисковать пожалуйста есть такое мнение что ныряние с головой заставляет мозг выделять сильнейший стресс и вроде бы только так идет процесс закаливания но я вам хочу сказать ребята закаляюсь уже около четырех лет я ни разу этого не делал я ни разу не болел и эффект закаливания отлично идет и не нужно так сильно рисковать своим здоровьем потому что если вы это делать еще один где-нибудь и вы ныряете с головой но это просто опасно ребятки вот поэтому я не советую нырять головой в прорубь категорически потому что спазм сосудов может быть очень опасным вот еще важный важный момент вы если вы ныряете первый раз лучше это делать с кем-то потому что бывает такое такая реакция сердце как рефлекторная остановка сердца при сильном охлаждении но я думаю что если первые разы с вами такого не произошло а это маловероятно то этого уже не произойдет но лучше делать это все равно с кем-то чтобы рядом кто-то был особенно первые несколько раз берите с собой жену подругу не зная друга то есть идите не сами вот в принципе это самые основные моменты на которые я хотел бы обратить внимание будьте здоровы ребята отличных вам результатов savez что тут про эхо это движение матрицы на зоне быть поэтому и подругу я при себя, так что там куска 6 ламп, также покрыть пока не могу стучка форума, все, просто оце, но за гидро, ты так чтоusstаваешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА